Просты, эффективны и по надёжности не уступают автомату Калашникова. Ударные беспилотники «Ланцет» от знаменитого на весь мир Ижевского оружейного концерна уже несколько лет не оставляют шансов террористам в Сирии. А новые разработки по многим параметрам превосходят зарубежные аналоги. Ручную сборку на производстве, новейшие модели гражданского назначения и уникальные кадры боевого применения дронов оценил Александр Рогаткин. Полностью его эксклюзивный репортаж смотрите в воскресенье в программе «Вести недели». А первый фрагмент прямо сейчас. Это беспилотник «Ланцет» — высокоточный инструмент для хирургических операций российского спецназа. И сейчас вы увидите уникальные кадры, как это оружие применяется в Сирии против исламских террористов. «Ланцеты» бывают разных модификаций и размеров. Вот боевой дрон, снаряжённый тремя килограммами взрывчатки, стартует в районе сирийского Идлиба. В зоне действия террористической группировки «Хаят-Тахри-Рашам». Его сопровождает беспилотник-разведчик, который выследил пикап с командирами боевиков. Это уже кадры с камеры баражирующего боеприпаса. Он идёт на сближение и точно врезается в цель. А здесь «Ланцет» уничтожает пулемётную точку исламистов. Боевик услышал звук летящего беспилотника и попытался скрыться под навесом. Но было уже поздно. Беспилотник «Ланцет» ещё называют «летающим Калашниковым» за простоту, надёжность и эффективность. Его производит компания «Зала Аэрогрупп», которая входит в знаменитый Ижевский оружейный концерн. Боевики даже несколько раз успевали снять этот беспилотник летящей к цели. Силы специальных операций используют ударные дроны в Сирии уже несколько лет. Только раньше применение этих российских летающих снарядов было засекречено. Сейчас «Ланцеты» официально признаны эффективным оружием. Испытания в бою прошли удачно. Очень сильно успешно. Очень успешно. Потому что при скорости на подходе порядка 300 км в час, вот это изделие, ну в принципе от него уже никуда не увернуться. Потому что если он зашёл в зону тем или иным способом, это уже всё. Это всё. Александр Захаров создал компанию по производству беспилотников ещё 15 лет назад. Начинал с обычного кружка. Был чемпионом России по авиамодельному спорту. Никто не верил, что ему удастся наладить современное, высокотехнологичное производство летающих дронов. Насколько мы отстали в этих технологиях? Ни на сколько. Не-не-не-не, это вообще неправильный вопрос. Значит, я вам скажу больше. На сегодняшний день я считаю, что не то, что мы не отстали. Уже есть тенденции, что тот же Израиль копирует у нас кое-какие вещи, понимаете. Сейчас даже электронику здесь делают сами. Современные станки, уникальные материалы и технологии. Но собирают каждый беспилотник вручную. Сборка, да, вручная. Прямо как самые дорогие часы или автомобили. Новейшая разработка ижевской компании – беспилотный разведчик с размахом крыльев под 5 метров. Это первый беспилотник с гибридным двигателем. Способен летать почти сутки. Если закончилось топливо или вдруг какие-то нештатные ситуации с двигателем внутреннего сгорания, электричества достаточно, чтобы вернуться из самой дальней точки. И совершенно спокойно совершить посадку. Все эти беспилотники запускаются вот с таких пневматических катапульт. В принципе, ничего сложного. Раз, два, три, поехали. Вернее, полетели. Беспилотники, как принято говорить, двойного назначения. Они активно применяются в гражданской сфере. Вот уже 10 лет летают над месторождениями Нижневартовска. Ищут аварийные разливы нефти, нелегальные врезки в трубопроводах и утечки газа. На некоторые аппараты устанавливают магнитометры. Беспилотный летательный аппарат выявляет магнитные аномалии в поверхности Земли. После этого на данную точку уже может выезжать георазведка и бурить скважин. Есть беспилотники с вертикальным взлетом и посадкой. Некоторые возвращаются на Землю на парашютах. А чтобы при посадке не повредить дорогую аппаратуру и камеры, вокруг фюзеляжа еще и надувается амортизационная подушка. А вот для ланцетов посадка вообще не предусмотрена. Это же дроны Камикадзе. И они летают только в один конец. Камикадзе Камикадзе